Я, ты, он, она, вместе целая страна, вместе дружная семья, в слове мы, сто тысяч, я. Эти песенные слова легли в основу уже второго Орловского фестиваля национальных культур. Они же и объясняют, что это за мероприятие и зачем. Для этого можно воспользоваться и словами официальными, про толерантность, про сотрудничество разных национальностей, добрососедство и развитие контактов. Мы же в этом сюжете прибегнем к языку метафор. Россия, как казан, в котором перемешаны многие народы. Каждый ингредиент питателен и полезен. А главное, готовить надо с душой, говорит главный повар фестиваля, вместе целая страна. Сначала лук обжаривается до коричневого света, чтобы там не сгорело. Потом мясо, потом морковь. Все тушится и рис замачивается за полчаса. Наверное, у каждого народа найдутся к этому рецепту замечания, дополнения и распредложения. В индусской кухне мы очень любим много специй. Но я люблю каль. Тем сильна и удивительна Россия, многообразием ее жителей и друзей. Вкладом каждого народа в жизнь огромной страны в этот плавильный котел. Получается по сути вкусно, но иногда сервировка не ах. Это метафорично выражаясь. А организовано все было Ассамблеей народов России и Орловским городским центром культуры при поддержке общественной организации Евразия. У нас есть проект «Идем в гости». Мы ходим друг к другу в гости постоянно. Все праздники мы встречаем, как правило, вместе. Национальные праздники, само собой. Праздники такие, которые отмечает весь советский народ. А на этом празднике были представлены 10 национальных подводей, где можно было что-то попробовать и что-то примерить. Потом был концерт. И, возвращаясь к разговору про поварские секреты, все было душевно. Сергей Быковский, Дор Чернаускас, телеканал «Первовластной».